Наталью Ветлицкую считали одной из самых красивых певиц на российской сцене. Её называли иконой стиля и самой утончённой звездой 90-х. На самом пике своей карьеры Ветлицкая неожиданно для всех перестала выступать. Поклонники считали, что муж Натальи запретила ей петь на сцене, а СМИ только подогревали слухи с жёлтыми статейками. С 2004 года о Ветлицкой почти ничего не слышно было. Почему ушла со сцены и где сейчас звезда 90-х Наталья Ветлицкая? В шоу-бизнес Наталья попала благодаря Алле Пугачёвой. Ветлицкая начинала свой тернистый творческий путь в её шоу-балете «Рецитал». Через какое-то время будущая кумир миллионов покинула коллектив, чтобы присоединиться к группе «Ронда», которая в то время имела невероятный успех. Вообще Наталья должна была быть хореографом, танцовщицей и бэк-вокалисткой. Однако талант лился через края, так что Ветлицкая даже записала 4 сольных песни. С 1985 года Наталья начала работать в государственном эстрадном оркестре под управлением Максима Дунаевского. Спустя три года имя Натальи прогремело на всю страну. Девушка стала частью трио «Ветлицкая-Салтыкова-Овсиенко» и группы «Мираж». Однако в составе группы она пробыла недолго и вскоре ушла на вольные хлеба. Несмотря на то, что Наталья, или как ее теперь называли «Наша Мадонна», постоянно работала, она не забывала и про личную жизнь, даже замужем успела побывать. И не единожды. Первым супругом певицы стал композитор Павел Смеян. Они были вместе три года, записали песню «Непогода» для кинофильма «Мэри Поппинс». Однако расстались из-за того, что Павел избивал супругу. Однажды он зашел слишком далеко и чуть не убил Ветлицкую. Именно тогда Наталья поняла, что с нее хватит и ушла от мужа. Сейчас мало кто помнит об этом, но Ветлицкая целых три года встречалась с самым романтичным певцом Дмитрием Маликовым. Когда они познакомились, ему было всего 18 лет. Страсти между ними кипели нешуточные. Мы оба были эгоистичными людьми из творческой среды. Такими вместе ужиться очень трудно. В какой-то момент Наташа поняла, что ей нужен другой мужчина, не такой зацикленный на себе. «Она дала мне это понять и в итоге вынудила меня поставить в наших отношениях точку», – делился Дмитрий. Точкой, видимо, стал Женя Белоусов, тот самый певец, который исполнил хит «Девчонки-девчоночки». Их отношения были стремительными и напоминали какой-то сюр. Они встретились на вечеринке в честь Нового года и практически сразу поженились. А через 10 дней подали на развод. Что это вообще было, не понял никто. В третий раз Наталья вышла замуж за манекенщика Кирилла Кирина, но и эти отношения были недолгими. Перед тем, как познакомиться со своим четвертым супругом, суперзвезда успела повстречаться с такими известными людьми, как певец Влад Сташевский, предприниматель Сулейман Керимов и даже отец Влада Топалова, бизнесмен Михаил Топалов. Попытка номер 4 оказалась для Ветлицкой удачной. Певица вышла замуж за своего тренера по йоге по имени Алексей и в 2004 году родила от него малышку Ульяну. Певице было тогда уже 40 лет. Ветлицкая откровенно рассказывала, что рождение наследницы не принесло ей счастья. Хотя она очень любит дочку и готова ради нее на все. «Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная, я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно», – поделилась Наталья в интервью. В общем-то, с 2004 года в России Ветлицкую почти не видели. Из Франции, где она родила Ульяну, певица улетела в Испанию. Поклонники артистки буквально рвали на себе волосы. Второй такой стильной и опережавшей время певицы в России просто не было. Женщины боготворили Наталью, внимательно разглядывали ее наряды из клипов, из красных дорожек. Сидели на диетах и даже так же забивали волосы. Что угодно, лишь бы приблизиться к заветному идеалу. Да и мужчины тоже были от Натальи без ума. Восхищались ее стройностью и красотой. Поклонником Ветлицкой был сам великий и ужасный Сергей Шнуров. При виде звезды он даже начинал немного заикаться. Оформи кредитную карту Тинькофф Платинум прямо сейчас. И получи беспроцентный период за погашение картой других кредитов до 120 дней. Лимит до 700 тысяч рублей. Беспроцентную покупку в рассрочку в любых магазинах. Кэшбэк на покупки до 30% бонусами. Оформи карту прямо сейчас по ссылке в описании. И получи мгновенное решение без справок и поручителей. О том, как живет Ветлицкая на чужбине и что вынудило ее переехать в другую страну, долгое время было неизвестно. Ведь артистка отказывалась общаться с прессой. Да, иногда певица делала какие-то публикации, но в целом старалась держать информационную блокаду. Лишь когда Наталья решила вернуться на сцену, она дала большое интервью, где объяснила причину своего исчезновения. Опустошенность у меня началась. Я даже могу сказать точно, когда это произошло. Был 1997 год. Как будто тумблер выключили. Я стала как 90-летняя бабушка, которой трудно дышать, трудно идти, каждый шаг мне давался с трудом. Это был жесткий, экзистенциальный кризис. Когда у тебя есть все. Материальное благополучие, любовь, отношения, карьера, а ты несчастлив. Откровение Человетлицкое. Кризис подтолкнул певицу уйти со сцены. Однако переезд в другую страну был спровоцирован не им, а проблемами со здоровьем единственной дочери. Девочке нужен был более мягкий климат, поэтому Наталья и перебралась в Испанию. В положенный срок Ульяна пошла в обычную испанскую школу, но там у нее начались проблемы. Ученики быстро узнали, кто мать Ули, и начали травить девочку из-за известной фамилии. Поскольку дочь Ветлицкая не очень общительная, у нее даже подозревали аутизм. В классе не нашлось никого, кто бы мог за девочку заступиться. Ветлицкая неоднократно жаловалась в соцсетях на буллинг, которому одноклассники подвергают ее дочь. Никто и не ждал, что Наталья когда-либо решит вернуться в Россию. Петь она больше не собиралась, и в открытую говорила об этом в редких интервью отечественным СМИ, которому удавалось уговорить ее побеседовать хотя бы пять минут. Вернуться на сцену певица решила так же внезапно, как когда-то ушла. В 2019-м Ветлицкая неожиданно вернулась, анонсировав сразу два сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Наталья успела выступить на сольнике своего экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, а также открыла сборный концерт одной известной радиостанции, где зрители шоу могли увидеть, что Ветлицкая почти не изменилась. Но грандиозное возвращение Ветлицкой на сцену спустя столько лет обернулось провалом. Поклонники явно ожидали от нее какой-то сенсации, но сенсации не случилось. Злые языки поговаривают, что своенравная Ветлицкая просто растеряла всех покровителей и со всеми разругалась. Несколько фотосессий в глянцевых журналах отменили из-за конфликта Ветлицкой со стилистами. Наталья категорически не соглашалась менять имидж ради того, чтобы красоваться на обложке. И с командой, которая занималась ее раскруткой и продвижением на большую сцену, у нее отношения тоже не сложились. СМИ писали, что Ветлицкая запросила нескромный гонорар за свои выступления, более трех миллионов рублей, и ни в какую не согласилась снизить цену. Пандемия 2019 года тоже внесла свои коррективы, и звезде пришлось вновь вернуться в Испанию. Она хотела спокойствия и тишины. Все это ей дала солнечная страна. Известно, что певица живет в двухэтажном доме в курортном городе. Город Дэния – это провинция Аликанте. Проживает в поселении всего 40 тысяч человек, что очень радует известную певицу. Она очень устала от шумной Москвы, большого скопления народа и постоянных гастролей. Ей хотелось найти спокойное место для проживания и занятий йогой, которое стало в последнее время увлекаться. Звуки фонограммы Ветлицкая заменила на медитации, омы и позы йоги. Еще 20 лет назад звезда уже очень интересовалась этими практиками, и доходило это чуть ли не до фанатизма. У Натальи есть еще хобби – певица занимается реставрацией и декором домов. В прессе появлялись сведения, что дом по соседству с ее коттеджем тоже находится в собственности Ветлицкой, и она якобы сдает его в аренду. А вы помните композиции, которые пела Наталья Ветлицкая? Продолжение следует...